Идея федерального информационного проекта «Добрые новости» – рассказать о хороших примерах социально-активного поведения, сохранении исторической памяти, о здоровом образе жизни и семейных ценностях, показать, как меняется жизнь россиян к лучшему. Впервые форум прошел 12 лет назад. С тех пор его популярность неуклонно растет. Он стал федеральным и включает в себя уже четыре конкурса – социальные рекламы и общественных инициатив, конкурс юных журналистов, социального плаката, а также конкурс лучших реализованных соцпроектов. С приветственным словом к собравшимся от лица в Рио губернатора Вячеслава Федорищева обратился Александр Фетисов. Сегодня социальные проекты и общественные инициативы объединяют энергичных, неравнодушных людей, самых разных возрастов, профессий, увлечений. Добрые дела, которые приносят пользу конкретным людям, помогают развитию региона и страны в целом, заслуживают того, чтобы о них говорили. В условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Один единственный добрый поступок пускает множество коней, из которых потом растают деньги. Так вот, ваши добрые дела, каждого из вас, сидящих в этом зале, пускают в корни, появляются новые интересные проекты. И огромное спасибо вам за это. Число участников проекта растет. Если в прошлом году на конкурс было подано 53 работы, то в этом году 119 не только из Самары, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Белоруссии и Казахстана. Это не только форум, это уже итог каждого года. Это огромный проект. И в первую очередь, когда мы начинали в 2012 году, нам было важно развернуть средства массовой информации, такой с негативной повестки на позитивную, чтобы все-таки больше у нас в эфире было замечательных, добрых новостей о том, что происходит с нами каждый день, какие люди живут вокруг нас, что интересного происходит в каждом районе, городе, учреждении культуры, образования, ну и, конечно, как меняется наша жизнь к лучшему. На форуме социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости» телеканал «Самарги» стал лауреатом сразу в трех номинациях. Победителями в номинации «Лучшие социальные программы» на телевидении стали две передачи. Ольга Король, Константин Головин, Олег Поломеев получили награду за программу «Право на маму». Для человека что важнее в жизни? Главное, чтобы кому-то помочь, кому-то протянуть вовремя руку, найти этим детям семью. Ни за какие деньги, ни за какие награды. Это просто чисто человеческое, потому что душа человека, она требует отдачи. И вот когда ты отдаешь себя другим людям, то взамен ты получаешь такую любовь, такую доброту, что больше всего на свете это ценится. Инна Сапанченко, Николай Епифанов и Наталья Самойлова победили с передачи «Обернитесь» о непростых судьбах людей. Для нас очень важно не просто показать кино, и чтобы зрители увидели и порадовались, как здорово. Для нас важен отклик. И мы знаем, что отклики на фильмы цикла «Обернитесь» есть, потому что люди видят героев, которые прошли сложнейший жизненный путь, и понимают, что они не одни со своей бедой, что есть силы, есть резервы. И для многих это на самом деле является очень вдохновляющей историей. Также команда телеканала «Саморгиз» лауреат в номинации «Лучшие социальные сюжеты в электронных СМИ о проблемах экологии». Награду получили Виктория Шарая, Константин Головин и Владимир Алехин. Сейчас мы живем в большом потоке информации, и не всегда она бывает приятной, зачастую, наоборот, тревожной, какой-то грустной. И люди испытывают большое количество негативных эмоций. И поэтому, когда появляется возможность снять о чем-то добром, вечном, о хорошем, то, конечно же, мы с командой телеканала «Саморгиз» пользуемся этой возможностью и делаем какие-то материалы, которые, надеюсь, радуют наших телезрителей. В номинации «Лучший информационный видеопродукт» наградили Светлану Кудрявцеву, Николая Епифанова, Николая Сидорова и Сергея Бахарева за сюжет «Году семьи». Сегодня телеканал «Саморгиз» больше, чем ТВ. Это один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве, неоднократно отмеченной премией губернатора Самарской области. Наши новости доступны на всех основных площадках в соцсетях, ВКонтакте, Телеграмм и Одноклассниках. Телеканал «Саморгиз» – это круглосуточное вещание в 15 кабельных сетях Самарской области. Постоянные онлайн-трансляции на нашем сайте и через бесплатное мобильное приложение на базе iOS и Android. Нас можно смотреть в телефоне из любой точки мира. Виктория Шарая, Полина Чулякова, Николай Епифанов. События.